Во дворце культуры нефтяник проделано много работы. Заменена кровля, инженерные сети, окна. На этаже, где располагаются детские творческие кружки и танцевальные студии, ведутся отделочные работы. Обновляют холлы, подвальные помещения. В самом зале готовят сцену для выступления и зрительские места. Ход реконструкции проверил мэр Самары Олег Фурсов. Глава города сделал много замечаний по качеству работ, а также по количеству строителей на объекте. К учебному году дворец культуры должен быть открыт. Лучше ситуация обстоит на другом нефтянике, на стадионе. Изумрудное поле ждет игроков, а трибуны полторы тысячи болельщиков. В ближайшее время подрядчик приступит к главному корпусу. Параллельно займутся и территорией вокруг спортивного объекта. И дворец культуры и стадион очень важны для куйбышевцев. Несмотря на то, что район отделен от Самары рекой, для города он является очень важным. Олег Фурсов отметил, что у района есть огромный потенциал, который необходимо развивать. В этом плане внимание к этому району будет усиливаться. Он для нас крайне важен. Здесь находится одно из, скажем так, градообразующих предприятий. Поэтому люди должны жить в хороших условиях, пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе инфраструктуры соответствующие. Пока единственной проблемой для завершения реконструкции стадиона остается непогода. Из-за дождей не удается постелить легкоатлетические покрытия и беговые резиновые дорожки вокруг поля. Чтобы выполнить работы, нужна сухая погода не менее трех-четырех дней. Но подрядчики обещают, день физкультурника нефтяник встретят с открытыми воротами. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.